Держать слово перед населением и не допустить отмены социальных льгот. С таким намерением депутаты окружного собрания оспаривали поправки, которые предложила внести администрация региона в связи с тяжелым финансовым положением. Депутаты единогласно выразили мнение, социальная сфера – не единственное направление, где можно сократить расходы. Подробности в материале выпуска. Отменить компенсацию за аренду жилья педагогам и врачам, приостановить выплату досрочной пенсии работникам образования и выплату единовременного выходного пособия при выходе на пенсию работникам бюджетной сферы. Такое предложение вынесла Нина Альсимяшкина в преддверии сессии. Мотив руководителя департамента вполне понятен – экономия в условиях дефицита бюджета. У нас с начала года, если мы не будем принимать меры по сокращению отходов, по нашему департаменту, в общем, таяцкая львовская толпа задолженность в размере 402 миллионов. То есть можно уточнить? На будущий год мы в рамках доведенных ассигнований должны погасить. Эти меры для сохранения бюджетного баланса законодатели посчитали необоснованными и скороспешными. Во-первых, нет обоснования, сколько средств позволит сохранить отмена этих льгот. Во-вторых, есть другие направления, где можно сократить расходы. Например, дорога на Усинск. Но сейчас, когда мы хотим закопать снова в очередной участок большое количество денег, а дорога от линейных объектов, она не заработает, пока последний метр не будет построен. Тогда вопрос, зачем? Зачем закапывать еще десятки, сотни миллионов, если она будет окончена только в 7-8-9 году, а тогда никто не знает, какая будет ситуация. Вот объясните мне просто. Понимаете? Поэтому выбирая приоритеты, давайте вместе подумаем, насколько это приоритетно. Татьяна Лагвиненко поддержала коллегу и апеллировала тем фактом, что Минфин не дает поддержки регионам, в которых есть дублирующие выплаты. Например, пенсия, получаемая из пенсионного фонда, и досрочная пенсия работникам образования, которую платит округ. Сегодня ее получают 26 человек. Сумма, которую сэкономит округ, будет небольшой. Но это дает шанс на получение субсидий из федеральной казны. Понимаете, я не говорю про то, что Минфин сейчас предлагает принести сроки зарплаты досрочной. На январь, потому что мы не сможем в декабре выплатить. Ситуация очень серьезная. И когда мы говорим за доплаты пенсиям, которые, в принципе, двойная льгота с федеральной, мы все равно стоим на этом. Вот это как бы не совсем понятно. Это ведь совсем маленькая толика того, что нам нужно, по идее, может быть, резать. Мы остальное это ведь не режем. Критика от депутатов поступила и по вопросу отмены компенсации за наим жилья. Сегодня такую льготу получают работники здравоохранения и образования. В общей сложности около ста человек. Это тема для серьезного подхода, для серьезного решения. А не таким вот образом сейчас решить, что снять, например, досрочную окружную пенсию с 98-го года. Безусловно, она устарела. Безусловно, там нужно грамотно подходить к этой позиции. Но сегодня, когда в этом успехе будет решаться еще и лишение найма для людей, которые обеспечивают и медицинское обслуживание, и педагогическую работу, это совершенно антиполитическое действие. Своё мнение относительно отмены ряда социальных льгот выразила и счетная палата. Есть обеспокоенность, что население пойдет защищать свои права в суд, что повлечет дополнительные расходы из окружного бюджета. И вот Конституционный суд Российской Федерации высказал такое мнение, что Российская Федерация, как правовое социальное государство, не может произвольно отказываться от выполнения взятых на себя публично правовых обязательств. Законодатель вправе приостанавливать выплату ежемесячных нынешних компенсаций, предусмотрел при этом надлежащий механизм соответствующего возмещения. Формы и способы такого возмещения могут быть различными. Однако объем социальных гарантий не должен уменьшаться. В данном случае разработчики не предусмотрели никакой формы возмещения. В результате голосования данный проект не получил поддержки депутатов. Впереди комитет, где вопрос будет рассмотрен еще раз и принято решение о вынесении законопроекта на сессию.